дашь погонять то чуть-чуть это же и правильно с другой стороны именно научный подход у ребята есть специальная камера помда минус 70 температуру создает они там свои пневмо рессоры испытывают чувствуется вообще вот здесь то в кабине все-таки разница что в нем подвеска у тебя сзади и сергей предложил это может куда-то влез за город выйдем дошли нашли фронт по полной программе константин про про технику про предприятие про людей едем в вахте на пневмо подвески здесь передние это дмитрий начальник испытательной лаборатории вы уже с ним знакомы по предыдущим роликам которые мы снимали в ростаре в общем он мне сейчас задал вопрос как только что проехали железнодорожный переезд и гочей заметил действительно я только после этого вспомнил что на подъезде предприятия есть железнодорожный переезд вот и даже на легковушке когда мы сегодня утром меня везли на шкоде меня везли даже когда на шкоде ездишь через этот переезд то чувствуется вот ты переезд проект на команде сейчас поехали я не почувствовал действительно мягче значительно мягче и дмитрий ты говоришь что мягче чем 3 хоска даже полная даже мягче всем привет вы на канале константин про а я нахожусь в гостях у предприятия ростар в набережных челнах ну вы наверное думаете что камазом обычным уже никого не удивить вот ребята немножко скажем так удивили сейчас я вам покажу камаз на пневмоподвеске это вахтовый автомобиль до дмитрий это начальник лаборатории испытаний здесь поменена задняя подвеска получается тоже на пневматическую ну давайте как-то поближе подойдем переделана задняя ось на пневмоподвеску на 4 пневморесорах амортизаторы вот посередине как ведь вертикально стоят соответственно на такие довольно большие рычаги да вот видите на которых 4 пневморесора стоят такие мощные это подвеска ведь и для полноприводного автомобиля для суровых условий для серьезного бездорожья так сделаны стабилизатор поперечной устойчивости оставлен стабилизатор родной стоит да она оставлена но в принципе они на самом деле без стабилизатора довольно хорошо держат крены но тем не менее вот не стали убирать оставлен в принципе все здесь нашего производства мост он на том же месте остаться да то есть геометрически он находится на таком же расстоянии от передней оси ну переделки на самом деле минимальная для того чтобы тоже не увеличивать себе стоимость но при этом добиться того что нужно причем я смотрю к самому мосту никаких сварных работ не проводилась да то есть крепление вот это происходит она на когда она стяжка на мягких данными да то есть мост в принципе не трогали а это выполнен для чего то есть нельзя мост варить чтобы концентратора напряжения не но мосты лучше не трогать дмитрий получается кто-то захочет себе помягче подвеску сделать даже уже на бушной машине да теоретически очки зрения переоборудовать свою собственную да в принципе тоже также можно комплект купить на самом деле да и переделывать но да да даже и мы в принципе мы же тоже открываем завод по переоборудованию полноценный то есть также можно шасси заводские будут идти точно так же я думаю но это уже продажникам больше с технической точки зрения до загнали любую машину вот так пересобрали первую очередь задачи по снижению вибрации достигается весьма успешно как наши замеры показали мы бы проезжали железнодорожные пути я не заметил дмитрий мне на это обратил внимание я не заметил хотя до этого на легковушке мы это дело ощутили вот это вибро нагруженность действительно снизилась то есть это ощущается но да гораздо мягче даже мягче чем 4318 она получилась да вот вы в прошлом ролике видели как мы снимали на 4318 вибрацию принципе то же самое мы на этой уже проделали оценили здесь даже больше то есть если там например на 4317 до двух с половиной раз снизилась вибро нагруженность то здесь она в некоторые диапазоны даже до четырех раз снижение довольно ощутимо причем на самых значимых диапазонах вкратце могу объяснить потому что вибрация она неравнозначна на разными диапазонах на какой-то частоте человека чувствует больше она и на него действует больше вот именно за уже даже больше с медицинской точки зрения и соответственно задача вот конструкторов и нас когда мы вот и замеряем уловить именно вот эти диапазоны и снизить вибрацию именно в самых вредных диапазонах самых серьезных наиболее сильно влияющих частоты на которых например вас укачивает вот если заметно ты ездит укачивая да это низкочастотные от 0 5 там по разным исследованиям медицинским там 0507 герца то есть пол раза в секунду до 1 1 2 секунды частоты которые влияют там на головной мозг на желудочно-кишечный тракт это от 10 15 и такие ужасы это довольно сложно на самом деле это уже такие научные вещи дмитрий а такой вопрос вот чисто теоретически вот ваш комплект он ведь получается позволяет и достаточно просто на такой машине базу наверно разносить с точки зрения компании-настройщиков то есть как бы тут полет фантазии то такой достаточно широкий ну да а здесь именно идея для полна приводного шасси такого где все равно хочется хоть на бездорожье хоть какой-то комфорт для особенно вот ну в частности до вахтовки когда людей чтобы они за час там полтора пока не до нефтяного там куста доедут приехали бодрые и веселые там чтобы у них еще работоспособность да да вы же давно начали делать вообще пневмоподвеску уже да уже сколько и вахты ваши уже на рынке есть да я просто помню что были предла предлагались на рынке вахты ужасно пневмоподвески это ваши они были ли они были на наши пневмоподвески они показали хороший результат они до сих пор эксплуатации в основном за уралом ездят все нормально и я-то хотел чтоб может быть кто-то будет смотреть это видео у кого есть эти машины то есть напишите свои комментарии то есть ну какой опыт эксплуатации какие преимущества вы получили как раз вот эти серийные подвески они уже сделаны с учетом замечаний к тем подвескам а вас нету этого стенда который колеса трясет ну вот как мы показываете иногда в передачах машину загнали отдельно но это пассатор снизу планов сейчас есть такой вот закупать до до этого пока мы тут успешно это когда на шоссе вышли чтобы упустились или для чего это для удобства посадки посадки универсальная шоссе можно под какую-то настройку будет требоваться зафиксировать его аутриггеры опустятся и можно будет опустить ну в задней части я увидел наверно сантиметров 10-15 подвеска встала на отбойнике в этом положении ездить нельзя если под какую-то лабораторию требуется такая функция это возможно сделать это да такой демонстративный вариант машина опытная для сертификации поэтому все плюшки мы на ней учились мы специально еще раз накачали воздух в ресивера подняли фургон чтобы было видно насколько можно опустить сделано это для того чтобы продемонстрировать возможности в первую очередь немоподвески понятно что данная функция подъема опускания на самой вахте наверно не будет востребовано да ну нет просто логически подумать для чего да по большому счету здесь на нет если бы выход был сзади да тогда бы можно было еще как-то ну там к пандусу какому-то еще действительно дверь там находится спереди то есть зад будет опускаться перед несущественно вот но тем не менее до возможности продемонстрировали хотел добавить самая нагруженная часть на самом деле вот если кто ездил особенно вот он чувствует вот эти вот задние задние рядов просто ужасно просто на них люди подпрыгивают там чуть ли не головой до этого но это в случае с рессорной в рессорной да естественно да вот и как раз что лучше всего где больше всего это сказалось это как раз на задних рядах вот это замена на пневмоподвеску на них стало чуть ли не лучше на самом деле чем на вот этих передних ездить да потому что ну вот максимально как вот этот комфорт вернее максимальное изменение в комфорте увеличения как раз вот эти задние ряды которые были хуже всего замена на пневмоподвеску на заднюю оси сказалось даже не просто на кузове а именно на задних на самых вибро нагруженных на самых не знаю даже не вибро нагруженных это просто как вот назвать вот эти скачки которые подпрыгиваешь мы видели может это ролик там на газелях да что когда до головой до потолка мы здесь тоже подпрыгивали на рессорные дачу кашу хотели надевать решите в комментариях нужна еще пневмоподвеска на переднюю ось передали стаффету сергею сергей у нас начальник отдела продаж я отвечаю за продажи за маркетинг за продвижение данных автомобилей я хотел бы ответить на вопрос можно ли купить до купить уже можно данное шасси в конфигурации с ним подвеской уже можно заказать у официальных дилеров камаза мы заканчиваем не то что заканчиваем работаем с разными партнерами по сертификации вахтовых автомобилей на пневмоподвесках то есть весь процесс согласования с камазом с научно-техническим центром мы закончили у нас есть разрешительная документация на переоборудование рессорных шасси на пневмоподвеске вы можете или как купить на камазе шасси на пневмоподвеске или свое шасси к нам пригнать мы его переоборудуем я помню ваше пожелание все видели машину 4 на 4 камаз выставки двухлетней давности где независимая подвеска была полностью независимый мне каждый раз народ в комментариях пишет но когда уже эту машину то снимем когда уже погоняем поэтому пишите что вы это увидели на ютубе и ребята меня пригласят все-таки они ту машину обещают доделать машина в работе мы занимаемся пока не покажем секрет на комп трансе встретимся я хотел бы еще добавить что мы приглашаем производителей различных надстроек на шасси ну по пневмоподвескам почти на каждое шасси на каждую модель камаза у нас есть решение мы вам можем предложить это ну то есть и на шоссейные камазы вездеходы она и на марки на какие-то есть решение автомобили сузу форвард мы переоборудуем уже много автомобилей сделано их уже несколько сотен бегать по дорогам россии довольно удачная подвеска спрашивают то есть вездеходные свойства теряется или нет мы грим нет максимально надежная подвеска пневморесоры подняты вверх все узлы кронштейны все максимально сделано не толсто надежно оно рассчитано на основании конструкторских программ прочностные расчеты сделаны ты все сделано с большим запасом прочности слушай но вездеходные качества никак могут потеряться у вас ходы подвески остались те же самые больше 100 даже а вот больше то есть по идее если стали больше то вездеходные качества лучше сталь да но люди боятся пневморесор не надо будет уже не бояться кстати мне кажется уже но приотипа соменялись если даже что-то произойдет подвеска сядет на отбойники можно выехать на какую-то площадку рессора на четырех болтах ее заменить намного быстрее легче чем листовую рессору даже в дороге это можно поменять пенек за место не можно поставить крайнем случае спилить в крайнем случае там отбойники резиновая она на них доедет это не так страшно нет ну как это из теории автомобиля если ходы подвески не меняются то а даже стали больше по идее проходимость она возрасти должна и кстати по поводу вот дмитрий вначале сказал подвеска для экстремальных условий это не шутка пневморесоры сделаны из резины которая рассчитана для дмитрий для для какого минуса до минус 50 и даже мы на самом деле недавно провели еще до минус 60 заморозили минус 60 нормально отрабатывать ничего с ними не происходит стандартно все одна и амортизаторы все до минус 50 у ребята есть специальная камера помда минус 70 температуру создает они там свои пневморесоры испытывают в общем для полноты для полноты эксперимента надо немножко проехаться за рулем вот хотя как мне сказали за рулем не очень будет ощущаться то что установлено пневмоподвесками что все-таки передняя ось осталась на рессорах но тем не менее дашь погонять то чуть-чуть трогаться со второй я чувствую что-то я забыла чё я не помню чё забыл все-таки сколько тут это на рулевом колесе оборотов много да а чувствуется вообще вот здесь то в кабине все-таки разница что в нем подвеска у тебя сзади да конечно слушал камаза на всех полноприводных машинах такой руль здоровый и рулевой с таким большим передаточным да тут все на всех одинаково вот так колбанил потихоньку по заду у него по нету таких жестких перевал туда-сюда то есть более за главнее все таки едет в общем у кого есть необходимость поменять на рессорную подвеску на камазе на пневму может обращаться в компанию растар непосредственно в набережных челнах вам такие работы произведут на предприятии то есть все документы все сертификаты для этого есть либо если вы находитесь далеко от челнов географических сперва лучше позвонить конечно в растар вам порекомендуют ближайшую организацию в вашем регионе с кем заключен договор кто может вам в соответствии с документацией оформить такие работы да они тебя место освобожу спасибо большое накатался приезжая в челны раз в два в три месяца покататься на камазе с владимиром не скажу что ошибка мне понравилось за рулем камаза после легковушки садишься конечно такой рукой здоровый и передаточная большую ощущение запомни когда на независимой подвеске поедешь здесь же поедем будешь намного быстрее и комфортно переделали что ли рулевое нет сама подвеска она дает ощущение такое на легковушки когда газель была с мостом а сейчас газель бизнес на независимой подвеске очень чувствуется вот это различие независимая подвеска на дает массу преимуществ по управляемости сама уверенность движения по этим дорогам она на независимой подвеске выше константин про про технику про предприятие про людей заказчики спрашивают как себя ведет машина с пневмоподвеской на не дороже по сути в экстремальных условиях там где нет дорог по сути эта машина предназначена для таких дорог то есть доставит людей куда-то в лес на нефтяную вышку на месторождение вот мы решили отснять как это происходит в полях в грязи и в колее ищем такие условия скажем так скептики которые сомневаются как себя будут пневмоподвеска везти на бездорожье да даже по первым ощущениям чувствуется что вот здесь сзади гораздо комфортнее ну чё мужики не застрянет я по сути это вездеход он для этого предназначен здесь должен проехать а ты там ехал блокировки включал из них бы застряла а здесь блокировки межколесная сзади спереди нет то есть межосевая сзади межколесная едем и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...